Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале, мой никнейм на YouTube Ванила Мария, если вы еще не забыли, пишется на стриме Куми Эл и без пробелов. Сегодня будет обзор, который я вам честно задолжаю с самой весной, потому что косметика мне пришла еще весной, и я попользовалась в первое время, потом пришло лето, я перешла на другие продукты, все это забросила. Но с приходом осени у меня случился прям такой второй приход, я все это достала, сейчас по большей части пользуюсь именно этими продуктами, и я решила, что наконец-таки не стоит от вас скрывать реально крутые продукты. Сегодня будет монобрендовый обзор марки Гош, я вам расскажу, поделюсь с вами теми продуктами, которые я просто влюбилась в них. Также есть продукты, которые я не поняла, но их очень мало, буквально один продукт, я думаю. И поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю приятного просмотра. Мои мастхэвы на сегодняшний день это два продукта, это праймер и тональная основа. Эти продукты просто делают всю мою осень, с этими продуктами я уверена в том, что у меня будет комфортный макияж, у меня будут скрыты все мои шелушения, при этом кожа будет идеальная, просто как будто бы, я не знаю, надо мной реально работает 24 часа в сутки мастер фотошопа. И при этом, при всем, на моей коже не будет видно абсолютно косметики. То есть это первый тональный продукт, который я сама не вижу на своей коже. Праймер плюс, это база, эллиминирующая мне 30 мл. Бюджетная достаточно упаковка у марки Гош, но при этом мне она нравится по дизайну, мне она нравится по их, скажем так, как сказать, как они в принципе делают в своей упаковке. Потому что их очень удобно с собой брать в косметичку, возить куда-то в поездки. Я бы не хотела менять у них упаковки на более дорогие, громоздкие, там золотом, дорого-богато. Нет, у них реально классные, удобные, очень эргономичные упаковки, за что им еще один плюсик в карму. Сам по себе этот праймер бежево-персиковый с наличием светоотражающих частей. При нанесении на кожу эти светоотражающие частицы видны, но вы не блестите, как новогодняя елка, то есть блеск достаточно умеренный. Но при этом кожа выравнивается по текстуре, она становится очень приятная. Эта база, она очень хорошо увлажняет кожу, перед нанесением макияжа очень хорошо пригралаживается шелушение. Потому что у меня вот сейчас как раз-таки после болезни кожа очень шелушилась. Она очень шелушилась вот в таких неудачных местах, где все будет видно, то есть вот над бровями, вот здесь подбородок, нос. И все мои проблемы очень хорошо скрывала именно эта база. Крутая база, мне очень нравится. И я ее использовала не только с тоном Гош, и с другими моими тональными продуктами, тональным от Smashbox, от Bourjois, все прекрасно работает. То есть у меня не было тональной основы, с которой эта база бы не подружилась. Также мой тон, любимый на данный момент, это Foundation Plus в четвертом оттенке. Здесь содержится SPF 15, также 30 мл. Вот в этой маленькой, малюсенькой упаковочке содержится 30 мл, как в большой бадье стеклянной от Guerlain. Поэтому упаковка очень удобная, с таким вот носиком. Я, конечно, как я не скажу, что я расстраиваюсь. Я понимаю, что если бы здесь был бы дозатор, это бы всю эту конструкцию увеличивало в несколько раз. Но носик удобный. Он действительно выдает столько продукта, сколько нужно, он не плюется. И это огромный плюс. Также не нужно сюда никуда залезать, заносить свои бактерии. В принципе, поэтому с этой точки зрения я спокойная. И упаковка мне нравится. Это бомба просто, а не база, потому что она прекрасно выравнивает кожу. Она дает именно очень натуральный финиш, натуральную, сияющую, здоровую кожу. При этом очень хорошо выравнивает. Она не скроет какие-то дикие воспаления на вашем лице. Но если у вас есть какие-то там неровности по тону, там где-то красноватая кожа, где-то слегка раздраженная, она все это прекрасно скроет. Она у меня куперос на носу делает практически незаметно. То есть я слегка там уже по привычке к антилерам дорабатываю эту зону. Но в принципе я могу этого и не делать. Помимо этого кожа очень приятная на ощупь, очень нежная. То есть я вот сейчас как раз таки в этой тональной основе. У меня кожа, я даже сейчас смотрю на камере, она просто бомбически смотрится. И она очень приятная на ощупь. Шикарная тональная основа. Также мои must have. Это два карандашика у меня в сером и в черном оттенке. Из линейки Velvet Touch. Они заявлены как водостойки. У меня 0,22 оттенок Carbon Black. И 27 оттенок Hypnotic Grey. Серый оттенок 27 я использую чаще в последнее время. Я перешла от таких ярких, прям вот драматических макияжей. И серый мне прям очень нравится. То есть издалека смотрится как черный, но намного мягче. Шикарный оттенок, просто идеальный. Всем советую. Черный очень круто подходит для прорисовывания межресничного пространства. Очень хорошо держится на водной линии. Карандаши очень качественные. Не раздражают глаза. При этом они, в принципе, обычные. Хорошо точатся, не механические. Я не очень люблю механические карандаши. Мне, конечно, вот такой формат карандашиков очень нравится. Если их нанести, они будут держаться целый день. Шикарные карандаши. Советую. Продолжу тему глаз. Также у меня пришла тушь. Это Lash Sculpting. И, как я понимаю, эта тушь заявлена как тушь с волокнами. То есть, действительно, когда мы смотрим на кисточку. Кисточка, кстати, необычная. Она в форме ромба. Она расширяется к середине и сужается к кончику. Она не очень здесь частые ворсинки. Я, когда ее достала, я вообще очень сильно удивилась. Думаю, как я буду ей краситься. Вообще, что ей делать? Ну, я заметила вот такие вот маленькие-маленькие ворсинки, которые налипают уже на сами щетинки кисточки. Тушь классная. Я скажу так. Она дает классный эффект. Она не дает драму какую-то, но она дает такие яркие, хорошие ресницы, которые продержатся целый день. Хорошая рабочая тушь, которая дает достойный объем и которая дает... То есть, она не склеивает ресницы. Лесницы нормально разделены. Распахнутые глаза. Это хорошая рабочая тушь. Переходим к бровям. Следующий мой продукт, который мне также понравился. Это уже гель. Как раз таки с волокнами. Броу скалптинг. Здесь также очень удобная маленькая кисточка. То есть, она маленькая совсем. Это очень-очень удобно при прорисовывании бровей. Потому что не у всех у нас брови, как у прежнего. Здесь она именно того размера, который мне необходим для того, чтобы работать с моими бровями. Но единственное, что эта щеточка набирает очень много продукта. Поэтому приходится его немного снимать. О края, о гарничитель. Сам оттенок у меня chestnut. Он, когда вы достаете эту кисточку, он кажется вам болотным. То есть, я когда достала, думаю, господи, блин, ну я же не буду дуримара какого-то играть в спектакле детском. Но на бровях на моих смотрится нормально, круто. То есть, никак не выделяется этот оттенок. Как я понимаю, он, в принципе, на бровях смотрится как надо. То есть, он смотрится холодным, коричневым. Который подходит под мой тон волос, под мой тон бровей. На под мой помаду для бровей. И фиксируются брови намертво. И они становятся более толстенькими. Как раз таки вот эти волокна, они дают эффект, как будто бы волоски становятся толще. Как будто появляются еще волоски. То есть, сами брови становятся более широкими, более такими прям шикарными, красивыми, с оболинными бровями. Классный продукт, тоже могу советовать. Из продуктов для губ у меня появилось два продукта. Это Liquid Matte Lips. Это матовая жидкая помада у меня в оттенке 001 Candy Floss. Я когда получила, я сначала не поняла, куда я буду использовать этот розовый оттенок. В принципе, на моих губах не смотрится выбеливающим. Мне не совсем нравится она по текстуре. Она как будто, когда застывает, становится помада резиновая. И смотрится круто. То есть, и губы она не сушит. Но при этом у меня какое-то тонкое ощущение, что она не высыхает до конца. Она действительно не высыхает до конца. То есть, она как такой мусс. И вроде бы она застыла. И она дает очень хороший матовый финиш. Но при этом вот все-таки следы на бокалах она может оставить. И мне как бы вот такая неподвижная слегка резина на губах, она немного меня смущает. Но при этом эффект крутой дает. И вторая помада, которая сегодня на мне, это помада из линейки Velvet Touch. То есть, она подразумевается, как я понимаю, что тоже матовая. Но при этом я бы ее глухоматовой не назвала. У меня 154 оттенок в бургунде. Крутая помада. Очень комфортная на губах. Мне, в принципе, даже нравится то, что она не глухоматова. Под нее я бы советовала все-таки карандаш. За счет того, что она не матовая, ей тяжело вывести контур. Мне, по крайней мере. Я думаю, что если у вас более четко прорисованный контур, возможно, у вас не будет такой проблемы. Но у меня она все-таки есть. То есть, на губах она комфортная, но она также не застывает до конца. И последний продукт, который мне... Я его не поняла. Это палетка теней. Я фанат теней. Я не поняла палетку для теней. В общем, это Smokey Eye Palette. 0,2 оттенок. Браун. То есть, она в таких коричневых оттенках. Но я, честно говоря, считаю, что она не очень функциональная. Потому что здесь, по сути, все оттенки сатиновые. И они не очень хорошо пигментированы. За счет чего какой-то адекватный макияж на глазах с помощью этой палетки не создашь. Только исключительно за счет этой палетки не создашь. Ну, либо я криворукий человек. И либо нужно брать продукты из других палеток. Также мне не очень нравится, в принципе, как подбор оттенков. Потому что два оттенка, они явно холодные. А два оттенка, они теплые. И как-то все это совмещается. И получается грязь на веки. Нужно что-то еще к этой палетке. Мне нравится ее несамодостаточность. И как раз, что нет чего-то такого единого. И с помощью этой палетки нельзя создать какой-то адекватный, ни вечерний, ни дневной макияж. И это все. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы марку Гош. Какие вам продукты больше всего нравятся. Что вы из них советуете мне. Обязательно пишите в комментариях, какие продукты вы мне советуете еще попробовать. Потому что у меня появились очень классные продукты, которые мне очень сильно нравятся. То есть тот же тон, та же база. А помады, в принципе, неплохие. И карандаши я очень сильно люблю. Но хочется еще что-то пробовать из этой марки. И очень надеюсь, что вы мне напишите в комментариях, и я что-то еще для себя найду. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также подписывайтесь на меня в Инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. Очень буду ждать вас в гости там. И все. Всех вас люблю. Целую. Желаю вам отличного настроения. Радуйтесь осени. Фотографируйтесь желтыми листьями. Хорошей вам погоды. Отличного настроения.